Кинологическая служба МВД Республики в скором времени заработает в новых условиях. Сдачу нового центра ждут с нетерпением не только кинологи и сотрудники, но и служебные собаки. Для качественного воспитания своих питомцев в комплексе возвели 6 зданий. С новым кинологическим центром вас ознакомит Марья Анна Кутукова. Несмотря на свой молодой возраст, 2,5 года, восточноевропейская овчарка по кличке Арес этой зимой поймала своего первого преступника. Им оказался грабитель, который после кражи сумки у женщины возле озера Сайсар скрывался в подъезде жилого дома. Как признается хозяин собаки, кинолог Иннокентий Яковлев, главное в воспитании служебных собак – это полная отдача и любовь к своим питомцам. Чтобы научить одну собаку какому-либо приему, нужно обязательно очень много работать, стараться. И тут, естественно, без любви, без терпения ничего не получится. С особым трепетом к своим питомцам здесь относятся все кинологи. Даже после списания собаки по истечении 8 лет службы, они забирают их к себе домой. Каждая опасная операция для кинолога – это волнение за четвероногого друга. Вы тоже, я за собаку очень сильно переживаю. Представляете, вот растить 7 лет, да, и тут же не угадаешь. Это собака как бы, ну как вам, грубо говоря, пушечное мясо. Сегодня Центр кинологической службы МВД Якутии, в котором содержится 40 служебных собак, готовится переехать в новый современный комплекс. В своеобразном мини-городке есть все для воспитания собак, начиная от теплых вольеров до ветеринарного пункта с широким спектром услуг. В данное время у нас ветеринарный пункт находится в 20-тонном контейнере. Ну, вы представляете, оборудование там стоит, пасть по всем углам, развернуться негде. И вот сейчас нам дарят такое прекрасное здание на 9 кабинетов. Здесь есть лаборатория, хирургический кабинет, терапевтический кабинет, ну и также карантинное помещение. Аналогов Якутского кинологического центра нет ни в одном городе Сибири и Дальнего Востока. В России таких объектов насчитывается порядка 10. У нас в центре теперь будет альфакторное исследование проводиться. Это наука о запахах. То есть запах будет изыматься с места происшествия, храниться здесь, и потом будут экспертизы проводиться. То есть таких лабораторий на сегодняшний день в России только 5. Наша будет шестая. Строительство нового объекта сотрудники кинологического центра ждали 3 года. Их мечта сбудется практически через 2 недели, отмечает начальник. Ну а пока работа кинологов и их верных собак, как всегда, продолжится в круглосуточном режиме. Ведь грабежи, пропажа людей, поиски наркотиков и проверка массовых мероприятий не утихают ни на минуту. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.